Буквально недавно нам показали смартфоны линейки iPhone 13, однако инсайдеры и аналитики уже стали публиковать множество информации о будущих флагманских смартфонах Apple. В частности, цена и объем встроенной памяти в будущих айфонах может достичь просто нереальных высот. Ну и немного поговорим о данных, касающихся новой презентации Apple, которая может пройти совсем скоро. Новостей много, сейчас обо всем расскажу. Но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста. У микрофона Антон, поехали! Начнем с самого интересного. По данным портала DigiTimes, смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в максимальной комплектации будут оснащены двумя терабайтами встроенного хранилища, что, в свою очередь, приведет к росту цены на смартфон. И чтобы успеть заработать денег, предлагаем обучиться профессии iOS-разработчик с нашими друзьями из SkillFactory. В онлайн-школе SkillFactory на курсе iOS-разработчик вы всего за 12 месяцев превратитесь из новичка, путающего Objective-C и Swift в уверенного разработчика уровня Middle. А чтобы у вас все получилось, за вашим прогрессом будет следить персональный наставник, а менторы будут давать обратную связь по каждому заданию. Вас ждут 80% практических задач и только 20% теории. Это значит, что курс вы окончите с готовым портфолио и своими работами в нем. Что же касается зарплат, то средняя зарплата iOS-разработчика – 147 тысяч рублей, и специалистов на рынке реально не хватает. Вдобавок, у SkillFactory есть карьерный центр, который помогает студентам после обучения в поиске работы и прохождения собеседования. А по промокоду КОПИПАСТА вы получите скидку 45%. Ссылку на курс найдете в описании. Ну а мы переходим обратно к новостям. Увеличение объема встроенной памяти до 2 ТБ станет возможным благодаря переходу на другой тип памяти – QLC. Для большинства такой гигантский объем встроенной памяти покажется совершенно лишним. И вы, ну как и я, и как большинство людей по моим личным наблюдениям, будете брать версии с минимальным количеством встроенного хранилища. Я-то свои 128 гигабайт забить не могу, что уж говорить об одном или даже двух ТБ. Однако, с выходом смартфонов линейки iPhone 13 у меня появилось внятное объяснение. Для чего вам может понадобиться смартфон с таким объемом встроенного хранилища? Нам показали Apple ProRes. И снимая видео в таком формате, одна минута записи будет занимать порядка 3 гигабайт. Путем несложных математических операций можем получить, что одного ТБ хватит плюс-минус на 5 часов записи видео. Понятное дело, что пользоваться этим будут единицы, но любители снимать видео и хранить миллионы фотографий на смартфоне – такое нововведение точно оценят. Помимо того, что памяти станет больше, вырастет и цена. В этом году Apple приняла волевое решение и оставила цены на предыдущем уровне. И это при том, что себестоимость компонентов смартфона iPhone 13 Pro подросла на 20 долларов по сравнению с iPhone 12 Pro. Однако, кризис никуда отступать не собирается, и по данным множества китайских ресурсов, Apple все-таки придется повысить цену на будущие смартфоны. Также, по информации инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует провести редизайн смартфонов, и все четыре смартфона получат совершенно новый дизайн. Деталей пока нет, но в сети пока красуются вот такие вот рендеры. Как по мне, выглядит не очень, и что-то мне подсказывает, что внешне смартфоны линейки iPhone 14 далеко от 13 серии не уйдут. А вот модельный ряд будет интереснее, Ведь в 2022 году не будет никакого смартфона с приставкой мини. Нам покажут 6,1-дюймовые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, и 6,7-дюймовые iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Решение здравое, разумное и ожидаемое. Увы, продажи смартфонов линейки мини не оправдали ожидания Apple. Что неудивительно, время компактных смартфонов прошло. Помимо этого, была информация о том, что Apple может представить iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в новом титановом корпусе. Опыт работы с материалом у компании уже имеется. Например, часы Apple Watch Series 6 и кредитная карта Apple Card. Что же касается фронтальной камеры и сенсоров Face ID, то инсайдер Ice Universe, который обычно публикует информацию о смартфонах Samsung, поделился таким вариантом в социальной сети Weibo. Все-таки челка, мне кажется, более симпатичным решением. Однако, это пока варианты, и в Apple окончательное решение еще не принято. Теперь к презентации. По словам Марка Гурмана из все того же портала Bloomberg, в этом месяце Apple может провести еще одно онлайн-мероприятие, где нам покажут обновленный MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 на базе нового процессора Apple M1X. Помимо производительности, эти ноутбуки могут стать возвращением Apple, так сказать, в строй. Ведь нам вернут HDMI-разъем и слот для карт памяти. И бонусом мы все-таки ждем анонс наушников AirPods 3 и официальный релиз системы macOS Monterey. Осень будет интересной, и у Apple явно есть чего нам интересного показать. А сколько памяти в вашем смартфоне? Хватает ли вам этого объема? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста. У микрофона Антон, до связи!